Приветствую, дорогой зритель! Морская пехота Российской Федерации уничтожила колонну противников Курской области. О том, что пленных здесь больше не берут, рассказывают уже не первый раз на Курщине. И вот пришло еще одно подтверждение негласного правила. Мол, не надо было заходить на нашу территорию, сообщает источник. Работали по колонне морпехи Тихоокеанского флота. На пути бронетехники накануне заложили мину. Первый автомобиль получил серьезные повреждения. Второй же Хаммер получил гранаты из РПГ. Расчет украинского ПТУРа на джепе был уничтожен стрелковым огнем. Как отметил военный эксперт Владислав Шурыгин, это была далеко не первая колонна противника, которую удалось таким образом ликвидировать. На кадрах три уничтоженных американских бронеавтомобиля Хамви и перевозивший оружие пикап ВСУ, добавил Шурыгин. Конечно же, по понятным причинам. Эти кадры мы здесь публиковать не будем. Но что же там с пленными? Ранее оправили в беседе с военкором Александром Сладковым. Коротко и ясно высказывался офицер с позывным боцман. Сейчас он также работает в Курской области, не сгоняя непрошенных гостей. Высокие потери ВСУ на Курщине вынуждают их при возникновении срочных задач сводить остатки своих батальонов в один для поддержания боеготовности. «Противник не имеет приказа отойти, потерял инициативу», — добавил Сладков. Имея в лучшие для него моменты до 30 тысяч в своей группировке, враг доказано потерял более 30%. Отдельно Александр Сладков и добавил, что за уничтоженную технику противника наши бойцы получают исправно премии. Четко и по расписанию. Военкор отметил это, говоря именно о 810-й бригаде, в расположении которой он побывал. Ну а боцман объяснил, почему иностранцев в Курской области живыми встречают все реже. Ведь он в беседе со Сладковым объяснил сегодняшнее реалии. Мол, офицер рассказал, что дело в колумбийцах, которые зря тронули русских, а тем более пленных. Отчего теперь, как минимум, на территории Курской области русские бойцы перестали брать в плен иностранных наемников. Ну а что же до проблем глобальных? Россия, похоже, не собирается больше никого предупреждать, показательно проводить какие-то учения или хоть как-то демонстрировать свою слабость, заявляет источник Царьграда. Мол, мы уже всех предупредили и больше никаких разговоров про красные линии. Если будет нужно, мы просто нанесем превентивный удар оружием массового поражения, никого об этом не оповещая. Москва обновила политику в области ядерного сдерживания. Заявили в новостном ресурсе, цитируя о культовый фильм. Мы обязательно бахнем, но потом. Но перед тем, как поговорить об этом подробнее, в российском инфополе бахает не только военная техника. Снова возвращаемся к тюменским инновациям. Хейт хейтом, а реальная народная любовь к бренду, измеряется продажами, а не комментариями. На этот раз тюменский бренд электроники Кейс Гуру нацелился упростить уборку. Например, тюменский вертикальный пылесос CG Cleaner Home. Вертикал Кейс Гуру всасывает на 20% мощнее топового британского Дайсона. Весит тюменец всего 2 кило. В полтора раза легче британца. А стоит тюменский пылесос Кейс Гуру в 6 раз дешевле Дайсона. Идем дальше. Тюменский робот-пылесос CG Robot Lidar Кейс Гуру продуман специально для российских квартир. Преодолевает пороги и ковры до 2 см. Тракторная проходимость. Типичные роботы Xiaomi буксуют уже на 1 см. По выносливости тюменский робот-пылесос тоже обходит типичного китайца. Заряжать и чистить тюменца можно раз в месяц после 2-3 уборок. А еще очень интересная вещица от Кейс Гуру. Самый самостоятельный робот-мойщик CG Wash для вертикальных поверхностей. Сам моет, чистит, полирует и не падает. Есть мощная вакуумная присоска. Наконец, ручной вакуумный пылесос Baton CG Cleaner Car. Самый компактный и самый универсальный пылесос в мире. Смотрим сами. Самое то для автомобилистов, мамочек, владельцев животных. И просто для тех, кто не прочь покушать сидя на диване. Купить тюменские пылесосы можно по ссылке в описании или QR-коду на экране. Вводите промокод 24ВЕНЬЮС и получайте скидку до 500 рублей. Ну что ж, а теперь вернемся к политике Москвы. Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию. Он заявил, что достоверная информация о старте в сторону России, средств воздушно-космического нападения, а также угрозу суверенитету страны обычным оружием, повлекут ядерный ответ. Речь идет о самолетах, стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах. Наряду с военной доктриной, это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно использование ядерных сил. Это крайняя мера защиты суверенитета страны. «Мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам», – заявил Путин. В ходе этого исторического заседания президент озвучил несколько важных моментов. «Ядерная отряда остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности России и ее граждан. Современная военно-политическая обстановка динамично меняется. Москва обязана это учитывать. Необходимо прогнозировать развитие ситуации и, соответственно, адаптировать положение документа стратегического планирования к нынешним реалиям. В проекте «Основ политики» в области ядерного сдерживания расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. В обновленной редакции документа – агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение. Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии. Применение ядерного оружия возможно, даже если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. «Все то, о чем мы говорили два года и о чем предупреждали, сказано президентом. Не ждите тактических ядерных ударов. Все сразу начнется с крайних мер», – отметил военный эксперт Владислав Шурыгин. В Москве, похоже, начали понимать, что самостоятельно против всех мы сдержим только в том случае, если будем использовать ядерное вооружение в защитных целях. Но иного выбора нам не оставляют. Именно такое мнение высказал военный журналист Сергей Чемеков. Что же изменилось в вопросе защиты суверенитета Белоруссии? Да ничего. «Белоруссия для нас союзное государство», – рассказывает военкор. Нападение на одного члена данного союза подразумевает, что автоматически подключается и вторая сторона – Россия. Условно, Запад вторгается на белорусскую территорию или начинает ее обстреливать, нанося бомбовые удары и прочее. В таком случае Россия обязана, подчеркиваю, именно обязана применить средства противодействия. Это либо обычные средства вооружения, либо ядерное оружие. Чем же наша доктрина отличается США? Американская доктрина предполагает агрессию. Они могут разносить те государства, которые им не нравятся, – заявляет Чемеков. Ну а если говорить о ядерной доктрине, то тут примерно то же самое. Никаких издержек. Так что же изменилось? Раньше мы могли использовать ядерное оружие только для того, чтобы нанести ответ на встречный ядерный удар. Сейчас же, если нас обстреливают крылатыми дальнобойными ракетами, которые США передают Киеву, и он начинает бить по Москве и Петербургу, мы можем применить тактическое ядерное оружие для нанесения ответных ударов. Причем по обеим сторонам, заключает Вайнкор. Ядерная американская стратегия была описана в обзоре ядерной политики США в составе единого пакета документов национальной стратегии и обороны вместе с обзором политики в области противоракетной обороны. Изменения, сделанные при американском лидере Джо Байдене, обозначили Россию и Китай в качестве соперников, но условия применения ядерного оружия четче не стали. Вашингтон, мол, декларирует, что применяет ядерное оружие для сдерживания стратегического нападения любой формы или масштаба, включая и неядерные угрозы, обеспечение ядерных гарантий союзникам и партнерам США, а также достижение американских целей в случае неуспеха сдерживания. И потенциально мало, что мешает Вашингтону осуществить ядерную агрессию под удобным предлогом. Об этом Царьграду рассказал военный эксперт-аналитик Сергей Простаков. Русская доктрина выглядит гораздо более ясным и понятным по сравнению с американским перечнем условий применения ядерного оружия, причем исключительно оборонительного характера. Это сила и слабость позиций Москвы в сфере ядерного сдерживания. Запад успешно пытался обозначить угрозы не ядерные, но стратегически крайне опасные. Сейчас продолжаются провокации не только России, но и Белоруссии, являющиеся нашим важнейшим союзникам. Поэтому в свете готовящихся провокаций Запада с помощью его оружия под прикрытием украинского флага изменения в русской ядерной доктрине назрели давно, заключил военный эксперт. Ядерный же арсенал следует подразделять на тактический и стратегический. Тактический ограничен мощностью в 10 килотонн. С точки зрения Запада, применение такой бомбы – это чуть ли не гуманизм. Со стратегическим все куда более серьезно. Удар предполагает задействование всего ядерного арсенала с поражением стратегических объектов. Ракеты должны будут бить по военным базам, заводам, электростанциям и полностью разоружать противника. Здесь важно выделить три волны ударов при использовании стратегического использования ядерного оружия. Первая волна – используются ракеты шахтного базирования, тяжелые – межконтинентальные. В арсенале задействованы подвижные грунтовые комплексы, мобильные ракеты типа ЯРС. Вторая же волна наносит удары ракеты морского базирования. Третья волна – работают бомбардировщики с применением крылатых ракет большой дальности с ядерными боеголовками. По всем трем пунктам Россия и США совпадают. Различие в том, что у нас есть и гиперзвуковое оружие – ракеты «Буревестник» и «Посейдон». И, похоже, недавняя вступительная речь Путина говорит именно о том, что красные линии существуют, и перейти их никому не будет позволено. Да, Россия – член ядерного клуба. Мы – одно из мощнейших в мире государств, и у нас огромный ядерный потенциал. Об этом никому не стоит забывать. «Обновленная доктрина призвана показать всему миру, что с нами шутить нельзя. Более того, мы ни под кого не будем прогибаться, будем отстаивать свои интересы до конца», – рассказывает в интервью Царьграду военкор Евгений Ленин. Тем не менее, противник был предупрежден. «Удар будет нанесен глобально по центрам принятия решения и стратегическим объектам. Это та самая красная линия и последнее предупреждение, которым Запад пренебречь не сможет», – заключает военный корреспондент. Что ж, такие вот новости, дорогие друзья. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, с чем вы согласны, а с чем нет. Пишите, что думаете на самом деле. Не стесняйтесь в своих эмоциях. А также не забывайте подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе всех новостей, и ставить лайк этому видео, чтобы помогать нам в его продвижении. Спасибо за просмотр и всего хорошего. Будьте здоровы!